Многие из вас спрятались за так называемый статус индивидуального предпринимателя, хотя на самом деле таким, как не является. И кроме тех проверок, которые сейчас проведет главное управление МЧС, мы очень серьезно с логовой инспекцией разберемся с самыми из вас. В своем диалоге с владельцами торгово-развлекательных комплексов губернатор Ульяновской области обозначил позицию. Бизнесмены либо вспоминают о своих обязательствах перед людьми и законом, либо осваивают другую профессию. Надзорные каникулы также могут закончиться досрочно. Бизнесу в регионе хоть и дан зеленый свет, но это вовсе не означает, что предприниматели должны перешагивать через закон. Вместе с тем... Прокуратура Ульяновской области совместно с главным управлением МЧС инициировала проверку объектов массового пребывания людей. В графике за Свияжской прокуратурой 46 таких объектов. График уже составлен, проверки идут каждый день. Два дня назад проверили торговый центр на одном из оживленных перекрестков Ульяновска. Здесь, как и в Кемеровской зимней вишне, есть кинозалы, игровая комната и контактный зоопарк. Все эти развлекательные точки расположены выше третьего уровня. Первый и второй этажи заняты бутиками. Когда произойдет необходимая рокировка, не знают даже сами работники. Однако сотрудники уверяют, со всем персоналом действия при пожарной тревоге не только обговариваются, но и отрабатываются. Срабатывает сигнализация, киномеханика выключает, ну, ставит на паузу или выключает кинопроектор, включает в залах свет. Соответственно, билетные контролеры вместе с администрацией, ну, и с кассирами распределяются по залу и выводят людей в аукционные выходы. Оставаться на местах, даже если вас уверяют, что срабатывание ложное, ни в коем случае не стоит. Ошибочное суждение растерявшегося сотрудника может привести к непоправимым последствиям. Пластиковая отделка интерьера при пожаре дает ядовитой поры. Велика опасность задохнуться. Под проверку попали не только торговые центры, но и спортивные объекты. Ледовый дворец, пожалуй, один из самых показательных в плане массовости посещений. По окончании мероприятия к выходам устремляется огромный поток зрителей. При пребывании людей на ледовом арене, массовом пребывании людей, все двери открыты, просто открыты. Там находятся либо охранник ЧОП, либо билетеры, либо контролеры. Как утверждают сотрудники ледового дворца, все двери, которые ведут с ледовой арены внутрь помещения, оборудованы замком антипаника. Его невозможно открыть снаружи, но если хочешь покинуть ледовую арену, он всегда поддастся. Тем не менее, именно к дверям у проверяющих больше всего вопросов. Свободный путь на улицу не должен быть заблокирован или загроможден. В экстренной ситуации раскидывать коробки или искать человека с ключом попросту некогда. Эвакуационные лестницы – тоже проблемный пункт. Отсутствие пандусов затрудняет выход из здания маломобильных граждан. В условиях пожара лифты комплексов должны автоматически опуститься в цокольный этаж и оставаться открытыми. Эскалаторы замрут. Инвалидам остается надеяться только на помощь покидающих зданий. Сотрудники прокуратуры Засвияжского района ежедневно выезжают на места вместе с представителями МЧС. Подвести предварительные итоги проверок в ведомствах пока не готовы. Нужно составить общую картину ситуации. Потому даже владельцы проверенных центров ждут вердикта. Абсолютно во всех этих заведениях выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Соответственно, прокурорам района будут приниматься меры с требованием устранить эти нарушения в самые кратчайшие сроки незамедлительно. В ближайшие две недели по поручению губернатора проверят также и бюджетные учреждения – больницы, школы, дома культуры. Здесь картина намного печальнее, уверяют специалисты по противопожарным системам. Объекты требуют капитального ремонта, а государственное финансирование проходит настоящий бюрократический лабиринт. Возьмем пример, там, какой-то школы или детского садика. Мы показываем, говорим о том, что есть какие-то неисправности, что их нужно устранять. То директор школы пишет заявку в отдел образования, чтобы ей выделились денежные средства. И вот в этом плане достаточно сложно получить деньги на ремонт пожарной сигнализации. Намного проще и быстрее решается вопрос с владельцами бизнеса. Собственники радеют за сохранность имущества, поэтому на системах пожаротушения предпочитают не экономить. Хотя, как говорят специалисты за кадром, нарекания все же имеются. И все же худший враг в чрезвычайной ситуации – это паника. Во время пожарной тревоги необходимо не поддаваться этому настроению, двигаться к выходу согласно плану эвакуации, в задымленные помещения не входить. Вера Мещерякова, Иван Демидов, Александр Кудряшов, репортер 73.